Фотовыставка на площади Сергея Багабш, посвященная 75-летию со дня рождения второго президента, это иллюстрация его жизни. Здесь и студенческие годы, и кадры с семьей, а самый большой архив за два срока на посту президента Абхазии. Вот, например, 2009 год, парк славы. Официальный визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Абхазию после признания независимости. Аля Слабахуа, в то время глава столичной администрации, в делегации встречающих. Сергея Багабш, он вспоминает с благодарностью и теплотой. Добрый, теплый, и он и руководитель был, и старший друг был, то есть мог и пожурить, мог и через пять минут отойти от того, что, значит, он кому-то делал замечание. Ну, никогда, вот я за сколько, за то время, пока я работал, я никогда не помню, что было сделано замечание в наш адрес, администрацию, да, имею в виду, все не по делу. Такого никогда не было. Да, всегда было все, потому что, ну, человек хозяйственный, человек прошел такую большую школу, и что-нибудь, говорится, мимо его глаз ничего не проходило, да. Любая, значит, любой мусорный бак, переполненный мусором, там, извиняюсь, скот в городе и так далее. Он даже сам поднимал трубку, звонил, там у тебя коровы пасутся, быстро их убери с дороги и так далее. То есть, ну, здесь я могу сказать, что это действительно реально был человек с большой буквы, добрый, теплый и в то же время очень серьезный руководитель. А это государственный визит Сергея Багабш в Российскую Федерацию. Два президента с первыми леди пьют чай в Москве. В составе абхазской делегации тогда было больше 30 человек. Подписывали важнейшие межгосударственные, межправительственные соглашения и одно межведомственное – банковское. С абхазской стороны его тогда подписывал Беслан Эшба, бывший в то время председателем Совета Универсалбанка. Человек с большой буквы, как говорится, с большим опытом. Всегда было интересно его слушать. Всегда такие напутственные отеческие советы. Всегда подавал пример, начиная от поведенческой истории до тех знаний, которые должен человек, если хочет работать на пользу своей стране, своему народу. Вот как говорится, надо было бы выстраивать свою работу, быть чутким, конечно, внимательным. Вот. Так что вот удалось поработать, когда был Сергей Васильевич премьер-министром. Потом, когда Сергей Васильевич был президентом, я уже работал в аппарате правительства, когда в 2011 году, да, когда он умер. Я уже тогда работал в правительстве. Сергей Миронович тогда был премьер-министром Шамба. Сергей Васильевич был президентом. Вице-президентом был Александр Золотинскович. Очень хорошая команда была, все очень быстро текло. Прям не успевали за теми возможностями, которые открывало наше руководство на тот момент. Это мое субъективное мнение. Государственный аппарат не успевал за руководством. То есть возникали каждый раз какие-то договоренности, которые надо было отрабатывать, быстро требовали результата. Первый заместитель генерального директора по корпоративным функциям концерна «Росэнергоатом» Джумберт Кебучава прибыл в Абхазию специально по случаю юбилейной даты. С Сергеем Багапши его связывали рабочие и дружеские отношения. Сергей Васильевич был светлым человеком. Сергей Васильевич был человек, который все время искал какие-то компромиссы. Все время у него это получалось, находило их. Я думаю, что в то время, когда Сергей Васильевич работал президентом, ранее премьером, он внес огромный вклад в развитие нашей республики. Ну, достаточно того, что при нем республика была признана. Достаточно того, что сегодня я нахожусь в Москве, работаю в Москве. И с кем бы я ни встречался, о чем бы мы ни говорили, когда узнают люди о том, что я уроженец Абхазии, они все время вспоминают его, и вспоминают очень тепло. И даже сейчас, когда я уехал сюда, многие мои коллеги, мои друзья, наши общие друзья узнали об этом, просили передать огромный привет всему абхазскому народу, всему народу, проживающему в Абхазии. За то общение, которое Сергей Васильевич подарил им. Он находил общий язык и с маленьким, и с большим, и все время от него, так и знаете, веяло позитивом. Еще одна выставка в фойе Абхазского государственного театра – своего рода предисловие к торжественному заседанию, посвященному 75-летию со дня рождения Сергея Богабши. Мероприятие посетило высшее руководство страны, а также многочисленные друзья и соратники второго президента. На многих фотографиях – отец Виссарион. С Сергеем Богабши они дружили с детства. Он мог быть медленником любой страны, потому что он был честный, верный человек, верный друг, честный человек. Мы с ним знакомы сколько живем? 14 лет. И вот эти качества его, человеколюбие, он, во-первых, друзей никогда не оставлял. Я, когда уже чуть-чуть возрослел, я уже был, как бы, ну, чуть-чуть отступил от тех норм гражданского общества. Он всегда относился ко мне с любовью. Где бы я не был там, в вагере, в тюрьме, на улице, всегда он, вот это его человеколюбие. Это, 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 и вот потом я уже стал священником, он уже стал президентом, и у нас была великая симфония, которая приносила плоды и польза нашим господством. Да, я бы, чтобы вот эта византийская симфония в истории была, и чтобы оно все равно у нас имело место. Чаще других на фотографиях Сергеем Богабш встречается Сергей Шамба. К примеру, на этом фото за 2006 год Сергей Шамба называет по именам всех гостей из непризнанных республик. С большим уважением он вспоминает годы работы с Сергеем Богабш и его вклад в развитие страны. На его долю выпала и война 2008 года, и освобождение Кудорского ущелья, что было очень важным актом для Абхазии. Это было полное освобождение, и фактически, вот тогда уже и закончилась на самом деле война. Ну и признание, конечно. И вот в этих ситуациях, да, вот мы всегда рядом были, и события 2008 года мы всю ночь вместе в кабинете провели. И в процессе признания, это дипломатическое тоже его заслуга Сергея Богабшего в основном. Ну и вообще ситуация в то время и внутренняя была очень напряженная. Накануне прихода его к власти раскол в обществе. И сама борьба тогда за президентство во время первых выборов, она расколола общество фактически. И поэтому ему трудно выпала тут доля, когда пришлось искать компромиссы. И тут он пошел на такой компромисс, который вообще прецедентов не имеет в истории. Вы помните, когда это происходило. Ну и потом преодолеть этот раскол в обществе. И изменить отношения России, которая тогда перед выборами, мы помним, какая позиция по отношению к Богабшу была. И все это ему удалось удивительным образом выполнить. И мы помним, что самые теплые отношения были как раз в период Сергея Богабшего с Россией. Налаживались как раз все эти контакты с ведомствами, министерствами. Сергей Богабш мог сделать еще очень много для своей страны и своего народа, но не успел. Ушел в 62 года. В сердцах своих граждан он навсегда останется добрым, человечным, внимательным президентом, при котором абхазское государство обрело признание независимости. Надежда Боровикова, Инна Лагухава, Абаза ТВ.